Еще в начале прошлого века в небольшой кубанской станице Славинской стояли три храма. В годы советской власти два из них были разрушены. Сейчас пришло время восстанавливать утраченное. По всей стране идет строительство храмов и церквей, не исключение и наш район. На территории муниципалитета завершается строительство храмов в Кировском сельском поселении. На историческом событии установки и освещению куполов побывали и наши корреспонденты. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Кировском сельском поселении в хуторе Голицын начали строить еще в 2012 году. Тогда и был заложен первый камень в основании храма. Думка о храме была, видимо, давно, поскольку община здесь образовалась в 2011 году. Люди стали как-то собираться вместе, им выделили помещение в бывшем садике. Ну, инициативная такая группа. Батюшки приезжали то с Петровской, то с Забойского, то с Целиного, отовсюду по очереди. То есть, постоянного не было. Тогда же, в 2012 году, был заложен фундамент и изготовлен проект будущего храма. Средства на строительство храма собирали всем хуторам. Большую финансовую помощь оказал предприниматель Степан Грехнев. Я предложил такое решение построить из клееного бруса. При этом можно было использовать старый фундамент и в то же время расширить во все стороны храм. То есть, сделать уже настоящий большой вот такой красивый храм. Клееный брус, чем он хорош, тем, что он не садится, не трескается, не подвержен атмосферным, хотя вроде бы и дерево. Это современный материал, хотя традиционный, но современный. Сначала отсыпали площадку, поставили забор, собрали электрощит. Благодаря участию главы Кировского сельского поселения Евгения Леонова провели освящение и собрали все документы, необходимые для строительства. В марте этого года деревянный храм был установлен. А уже на этой неделе для всех жителей хутора Голицын произошло важное событие. На установку куполов в храм Покрова Пресвятой Богородицы прибыл епископ Новороссийский Иглинджикский Феогност. Величайшее дело, величайшее благо сегодня венчать куполами, крестами этот храм. Помоги Господь вам завершить это начатое вами доброе дело. И чтобы, когда Богу угодно будет, мы с вами могли бы опять собраться и уже осветить его. Может быть, на Покров Божьей Матери, может быть, в другое время. Как угодно будет Бога. Я не знаю, вы стараетесь, знаете, чтобы вы ищете возможности так, чтобы закончить его престольному празднику. Но будем надеяться, что Господь даст, так оно и произойдет, видя ваше доброе намерение и желание, искреннее сердце ваше. А то Господь так и устроит. А прошу всех помогать храму. Не быть просто немыми свидетелями и безучастными, а помогать, стараться, чем можно. Завершить строительство храма планируется уже в этом году. Судя по тому, что здесь уже сделано, этот храмовый комплекс будет, пожалуй, одним из самых красивых в нашем районе. Появление нового храма в хуторе Голицын станет еще одним шагом к тому, чтобы традиции, заложенные веками назад, сохранялись и приумножались, чтобы люди могли прийти сюда и стать ближе к Богу. Надежда Калинина, Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.